Царственно вышагивающая по горам среди цветов и трав, хозяйка Медной горы сразу же привлекла внимание зрителей. Ее холодный взгляд завораживает всех, кто заходит в зал. Полотно с изображением величественной хозяйки Медной горы выше двух метров и занимает центральное место в экспозиции. Полотна хозяйки Медной горы, то есть она является как бы центром этого мира. Она сразу заряжает и погружает нас в эту сказочную атмосферу жестокой русской сказки. Потому что русская сказка – это мир, столкновение со смертью. Выставка «Сказка на Рождество» состоит из 40 работ выпускницы художественной академии имени Репина Анны Виноградовой. Работы художника не просто сказочные, они живые. Анна Виноградова продолжает традиции академического реализма Репина. Ее творчество поражает зрителей высочайшим уровнем владения кистью. Художник отдает предпочтение сюжетам из деревенской жизни, народным праздникам, сказкам и обрядам. Для меня работа со сказочными, мистическими персонажами – это такое огромное поле деятельности. Здесь я тоже могу уйти в символизм, символику цвета, символику предмета, уйти в иносказание. Картины Анны Виноградовой выглядят настолько реалистичными, что зрителю порой кажется, что предметы движутся. Прообразами сказочных героев, делится автор, послужили реальные люди. Так, например, для картины «Змеиный танец» для художника позировала исполнительница восточных танцев. Анна Винограда «Опыт Рождества и Новый год» приехала к нам. Это очень русская выставка. Она такая настоящая, она теплая. Я считаю, что ее можно посещать, начиная с 0+, и до самого глубокого возраста, потому что радость, оптимизм от живописи, от энергии художницы – это невозможно не почувствовать. Выставку «Сказка на Рождество» можно увидеть до конца января. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.